Глобус Гурме, дорогая тухлятина и очень дорогое разводилово. Вот, ребята, смотрите, мы зашли в Глобус Гурме. Месяц назад мы были в этом магазине, и здесь было очень много нарушений. Мы, естественно, зафиксировались эти нарушения. Некоторые продукты вот точно так же смотрим. Непонятно, то есть, что здесь, непонятно сроки производства, все. По закону, по 29 федеральным законам это считается некачественным и опасным продуктом. Поэтому, в принципе, его продавать нельзя, его надо утилизировать. Поэтому мы сейчас будем звонить полиции и просить, чтобы они это все утилизировали. И чтобы они составили протокол административного нарушения 14.43, 14.4, 14.7. Не знаю, как они все смотрят это. Я уже подошел к руководству магазина и попросил разрешения. Я спросил, почему у вас избавили от кожуры овощи и фрукты. Она мне сказала, что у них можно это делать. Нарушение санкинов, у них разработано какое-то техническое условие. Это можно и грудать, и посмотреть. До сих пор несет уже час. По рыбе мы тоже хотели рыбу купить. Попросили документы. Не несут. То есть, ничего нет. Представляете, глобус гурме. Цены по 40 тысяч за хамон. Тут, сейчас я вам покажу, где. Там мясо, короче, говядина по 7,5 тысяч, по 5 тысяч. О! Ты уже ел сегодня? Это, кстати, смотрите, она завакуумирована. По санфинам запрещено вакуумировать. Чего? Запрещено по санфинам вакуумировать. А, сам магазин не может только производить? Сам магазин не может вакуумировать. Только производитель. О, пожалуйста, смотрите. На 2,5 тысячи чуть-чуть взвесили. То есть, это дорогущий продукт. Дорогущий. И смотрите, какое отношение. То есть, если ты, я, допустим, смотрите, я отравился этим продуктом. Я хочу засудить не только магазин, но и производителя. Я смотрю сюда, и производителя я никак не узнаю. Его нет. Все, только название, что это такое, и все. А кого мне засудить? Только, получается, магазин. Но мне-то хотелось глобально проблему решить. Мне хотелось бы и на завод написать, что у вас там неправильно производство. Не смогу, потому что, видите ли, они решили, что эта информация не должна только быть. Вот так вот. А тут, смотрите, все. Они такие наглые. Я таких, кстати, не видел. Они прям берут, все вакуумируют. И сыр вакуумируют? Да, и сыр вакуумируют. Я вообще не понимаю, зачем. То есть, они же там какая-то технологическая процесса у сыра есть. То есть, его сначала сделали. Завакуумировали. И потом пишут. Один раз развакуумировали, когда все, он обогащается кислородом. Все. Дальше продукт будет портиться, если опять его кислорода избавлять. Поэтому у него срок годности короткий и так далее. Поэтому заново вакуумировать это просто нельзя. Ну, запрещено. Санкин за нас решили. Смотрите. Что это такое? Вот у всех такой вопрос. Мы пришли на прилавку и смотрим, что это такое. Это или тесто для блинов, или готовые рисы. Или блины. Ну, они рисовые какие-то, слишком нельзя. Не, просто без масла можно так поделиться. Наверное, высший сорт муки, да? Или рыб. Блин, просея на тебя. Сыр косичный. Помнишь, я хорошее. Рыбой на тебя плюнуло. Или это рыба. Что это? Я не знаю. Ты знаешь, что это такое? Ну, тоже новое. Только если пробуем. Мне кажется, рулет это. А если мне это не раз. Это очень круто, да. Понимаешь? А вот что там новое такое? Не знаю. Сыр. Сыр. Таком пахнет. Это сыр. Давай уже жри. Торт тоже, тоже. Торт у них пришел, допустим, гораздо больше, чем это, да. Они его разделили. Семь кусков сюда засунули. И тоже никакой информации. Производители. Никакой информации про срок угодности. Ну, ничего. Вот это вот тоже. Они избавили от кожуры. И все это они продают. Это, конечно, прикольно. Тебе не надо будет чистить, да? Ну, это запрещено. Они с грязными руками. Волосы есть, нет? Найдем волосы. Что это? Это гранаты? Это гранаты. Ребята, кремя. Ты думал, это красные семечки, да? Да. А яйца вот. Тоже почищенные. Курица покрасила. А крашеные яйца вообще можно продавать, нет? Вареные, крашеные яйца. Это когда с варенью, ничего не производится. Вот, в принципе, могут они. Вот что у них есть. Я думаю, это капуста. Это глисты. У меня такие глисты были, я помню. Когда хамон несвежий поел, у меня потом такие глисты были. Я реально помню. Они мне прямо отсюда вылезали, вот так вот. Я вот так смотрел, и они сюда вылезали. Я смотрел в коробку впустую, и у меня, ну, о, он вылезал. Не знаю, попробуйте. Можно администратора? Можно администратора? Администратор ответственен кому-нибудь. Поговори, чтобы документ она предоставила. А? Можно позовете? Спасибо. Ну, вот там, где столики, кафешка, хорошо? Слушайте, а зачем вам дубинка? У вас тут буйные такие посетители бывают, что ли? Форма одежная. А, форма одежная. А вы частных охранник, да? А где ваша личная карточка? Повесьте ее вон за лямпой. Все, чтобы видно было. А удостоверение есть с собой? Не, ну, сейчас человек ответит, может. Ну, руки есть. Да. Ну, подождем. Удостоверение с собой у вас? Сейчас у охранника. Да идите, идите. Что удостоверение спрашивает? Удостоверение покажите мне, пожалуйста. А? Я вас требую. Требую в другом месте. Почему? Я здесь хочу. Ну, пойдем в другое место, я там потребую. Где, в туалете? И где у тебя обычно удостоверение требуется? Иди, иди. Не пойду. Да я разберу, в чем делать. Ну, ну-ка, упал, отжался. Не смеешь? Какой? Я с тобой матом разговаривал, скажи мне. Упал, отжался. Сейчас упадешь, ты жмешься. Ну. А что ты мне одной командуешь? Ну, это тобой точно нельзя покомандовать? Иди, иди. Я тобой не командую. Ну, почему? Я вроде нормально стою спокойно. Ну, нормально. Удостоверение покажи, пожалуйста. Да не буду тебе ничего показывать. Почему? А кто такой-то? Павлик. Тебе свое удостоверение показать? Да мне не надо твое удостоверение. Почему? Да по кочану. То есть тебе пофигу, да? Да. На закон, да? ГБР. Вот такой вот замечательный человек. Ну, хотя вряд ли это человек, на самом деле. Мне кажется, это просто какой-то робот, облаченный в костюм, не обученный закону, совершавший административные правонарушения по статье 20.1 и 20.16 в кодексе административных правонарушений. Но он об этом, пожалуй, не знает. Да? Не знаете, что ваши действия противоправны? Отказ показать удостоверение. Не знает. Ну, сейчас полиция приедет, пояснит ему по понятию. Если там не такие же тупые, конечно, приедут. Может, ты как думаешь, мусорами менты или полицейский приедут? Полицейский приедет. Ну, ты априори всегда надеешься, да? Конечно, я надеюсь. Тут я одного видел мента мусора, я даже не знаю, ряженый какой-то. А нет, мне просто документы посмотреть на все. С толпой? У меня там продукты все, я предлагаю вам подойти туда посмотреть. Да вон наши сегодняшние морожители. Да я не могу, у меня, смотрите, я отправил, я вам объясню, посмотрите. Я же вам объясню, я отправил уведомление, чтобы я не обискал, да? Я не могу. Каждый мой шаг должен фиксироваться, каждый. А иначе меня будут обвинять там. Пойдет, не буду посты. Нет, это вы так говорите. Я же не буду вам бери. Вы же не в моем СМИ работаете, чтобы я вам бери. Правильно? А это у нас служба безопасности, правильно? У меня есть СМИ, которые мне указывают правила. Как вам? Подпитарайтесь? А, ну это да. Сейчас скажу, пойдемте, помните, делайте свои разности, как я, можно сказать. Смотрите, пойдемте, подойдите. Да нет. Сейчас подойдут. Комяка за это самое. Закулисные переговоры тут идут. Че, к вам пришел? Слушайте, а вот эти вот, господа, они к вам не относятся, нет? Слушайте, а что вот это за охранная организация? Они не отвечают, он удостоверение не показывает, лишнюю карточку спрятал. Почему? Ну вы знаете или не знаете, или не хотите вредничать? Знаете? А почему не хотите сказать? ГБР там написано. Да, ГБР, охранная организация, скорее, есть у них? Вот он личную карточку увидел, камеру, личную карточку снял. Матом ругался тут. Вот так пятерочка должна в течение дня, кумать в просторочку, а не так, как они уходят. Да, тут у нас... В течение дня. В течение дня прям люди копаются. Там, спорим, года нет. На хлебе? Давай посмотрим. Да мы только посмотрели. Все, все, все. Год есть, нет? Мы год хотели, у нас просто спор возник, на хлеб положено год писать. Мы сидели, сидели, да. Что ж вы все нам указываете-то? Охранники ваши тупые указывают нам, вы указываете. Есть год, есть год. Есть год, действительно, вот и все, в чем вопрос-то? А вам такой день, я работаю. В смысле, какое дело-то? Надо вас не трогать. А вот что вы делаете? Вы сейчас снимаете товар, который уже подошел или что? Нет, я снимаю, который, да, подошел. А, ну все. Ну, до истечения, правильно, с ваших угодностей? В смысле? Ну, он еще не испорчен? Нет. Но заранее все правильно. Завтра уже уходим. Пятерочкам бы у вас поучиться. Да и даже азбуки вкуса, на самом деле. Ну все, спасибо. Готово. Разом сделаем. Доборный лист. Вот сюда. Доборный лист. Это что у нас, рыба? Декларации. Не, не, не. А что это? Рыбная, происходили в рыбу. Нам не дали. Почему? В рыбе не знаю. Это на соке, доборный лист, овощи, соки сегодня. А соки, это где мы с соки? Вы же подходили. Федратор, шейхи, соки. Нет, мы подходили к фрукту, овощи. Ну, соки там тоже рядом стоят, фрукты, овощи и овощная нарезка. Все там было. Декларация, она соответствуется, да? Сейчас посмотрим. Это заборный лист. Заборный лист, это в принципе когда производится? Ну, то, что всегда производится, то, что это свежая продукция. Монор документа нет. Калаты нет. Да. Печати нет. Печати нет, но это не документ. Это документ. Вот, посмотрите. Это все продевается через кассу. Продевается через кассу. Картопель молодой, очищенный. Замечательно. 27-29. Скажите мне, пожалуйста, она мне обещала технические условия, разрешающие избавлять от кожурки овощи. Вот он, ссылается на этот документ. Вот, на этот, где он еще. Вот. Им разрешили, да. Человек продукции в части и маркировки ТС, и на 23-минеркасе, что ароматизаторы, а то листы, да. Так, ну что? Да. Нет. Странная какая-то. Нет, это не то. Вот написал, вот товарищ Яковлев, что он считает, что у него соответствует. Ну, то есть он подписал, меня все соответствует, и все. Вот, смотри, заявляю, что салат из-за куска. Она у нас очищенная. Но он говорит, что это салаты. Двоеточие. Он говорит, что это салат. А это не салаты. У нас там написано, что это не салат. Ну, ну, так. Салат? Нет. А чем салат отличается от салата, Комякер Скага? Дело в том, что на салат есть тоже свои требования. Да, допустим, салат, если они выложили, то он должен реализовываться в течение одного часа. То есть вообще, если это общепит. Если они делают салаты, то они общепит. А на общепит другие совершенно условия реализации. Понимаете? Поэтому тут даже вообще о том не речи. Это не салат. Смотрите, читаем. Папайя очищенная. Где вы видите? Это салат. Это не салат. Понятно, что это не указано, что салат из закуски, из фруктов. Да. Что салат, из закуски, из фруктов и ягод. Это не салат. Сколько? Фруктов и ягод. Ну хорошо, я сейчас из фруктов делаю мясную закуску. Напросто. Ну, если добавить мясо, это не салат. Это не салат. Ингредиенты. Это из градиентов для салата. Понимаете? Он может быть понять, как это было. Он может быть, видите, пасантином просто. Я потому, что пасантином запрещено. Понимаете? У вас претензии в чем заключаются? Здравствуйте, к кому? Ну, к кому у вас претензии есть? Смотрите, лично у меня есть претензии к частному охраннику, который ругался матом, оскорбительно переставал гражданам и отказался показать свое слух об новостоверение. Может, и заявление написать? Конечно, я вам его продиктовал. Только что. Что? Заявление свое. В отдел еще придите, напишите. А нельзя здесь? Нет, в отдел. Устно нельзя? Нет, устно я приму, но вас должны опросить, передать участковому. А, устно вы можете принять, да? Ну, вас все равно опросить должны. Потому что это участковому передаст, а потом он будет проверку проводить. Ну, а потом вызовут, опросят. Дальше что уходить сейчас? Все, вы лично мое заявление вот такое. Вот я могу вам указать сейчас на лицо, которое там стояло с дубинкой именно на того охранника. Пойдемте. Пойдемте. А потом у вас, у граждан еще есть там много вопросов. Это... Нет, вы ко мне подошли, поэтому мы с вами сейчас... Я подошел ко всем, спросите, что... Ну, не ко всем, вы лично ко мне подошли. Вы первый ко мне подошли? Ну, нет, я вообще стоял на месте. Так. Ну, где? Если он не убежал. Слушай, а где у вас тут такой охранник стоял с дубинкой? С дубинкой? Да, с дубинкой. Ушел? А куда ушел? Это не охранник. А куда ушел? Не знаю, к себе. А к себе это куда? Не знаю. То есть вас никто здесь не удерживает? Нет, нас никто не удерживает. Смотрите, все порядок. Андрей, в смысле до свидания? У вас еще заявители там? У вас еще там заявители стоят? Большая администрация, дом 28, подходи. Что эти, вы заявления-то у меня примите. Устное заявление у меня примите. Полицейский! Полицейский? Полицейский, устное заявление примите у меня. Да они меня бесят. А вы с какого отдела полиции? Тверской отдел. Тверской отдел. Ну там, в принципе, все такие, да? Чему удивляться-то? Если люди парковаться не научились за много лет от своего отдела. Давайте посмотрим, как они тут припарковались. И где. А вы пешком что-то пришли? Конечно. Я думал, это ваша машина. Идете с нами? Куда? У меня заявление-то устное, примите. Ну идете с нами? Протокол принятия устного заявления есть с собой? Нет. А как ваша должность? Я представился. Должность ваша какая? Я представился. Вы представились. Замечательно. Ваша должность вы представились, да, называется? Или как? В прямом категории. А вы всегда от граждан убегаете, скажите мне? Какой номер моего заявления? Это же вы так говорите. Номер моего заявления какой? А это в отдел, вам надо прикинуть. Номер моего заявления. Сейчас скажите. Вы его зарегистрировали сейчас? Я так не могу вам сказать. Как вы не можете? У вас средств связи нету? Что еще мне надо сделать? Занимение? Зачем? Что, может я в гей-клуб пойду сейчас? Что нам занимаете? Потому что это не полицейские. По моему мнению. С офигеть. Боже, да. Вот так, ребятушки, Тверской отдел у нас, да? Им говоришь, заявление. Все, заявить или нет, до свидания. Нормально вообще? Ненормальные. Какие-то полицейские у нас. Это вообще какие-то не полицейские. А сбежавший пусть знает. Что пусть юбку носят, а не штаны. Как менты приехали, так сразу свалили. Ну, конечно. Молодец какой. А вы, если его покрываете, то вы как вообще с этим жить-то будете? Вы нормальные вообще, что вы правонарушителей покрываете? Или для вас это как, по понятиям? В каком смысле по понятиям? Ну, вы как, по закону живите или по понятиям? Вот вам кто-нибудь что-нибудь плохое сделает. Вот вам кто-нибудь что-нибудь плохое сделает. Вот я так же скажу. Я ничего не видел, ушел куда-то не знаю. И к вам будет такое же отношение, Андрей. Живите с этим. Конечно, проезжайте. Что это такое? Тут цернусь тут. Непонятно, какой вес. Какой вес? Воняет. Воняет. Воняет, запятая. Все. Да капец, в прошлый раз то же самое. Они не шли долго. Пока мы не начали жрать. То же самое сейчас. Вызвали полицию, все. Полиция убегает. Эти не хотят. Я хочу заплатить, я хочу разобраться с этим статом. Они не хотят убегать. То есть непонятно, что решать. А это же Тверской отдел, ты забыл что? Это люди, которые годами не могут додуматься, не парковаться на тротуаре. Понимаешь? Они не могут додуматься, как бы ответственность избежать. Охранник убежал. Я взяла всех фазов. Опять информацию. Семь, семь. Семь, семь. Да не, вроде идет пока. Это может быть у меня. Семь, семь. Не, у нас пока идет. Слушай, это нам можно притянуть? Нет. Нет. Это цена за одно яйцо. Нет, где это написано за одно яйцо? Количество. Количество 10 штук, 77 рублей. Ну да. Тебе за 10 штук должны были 77 рублей. А сумма общая существует? Иди, требуй, чтобы они сделали договор к продаже на 77 рублей. Что это такое, Комяка? Она поинтереснее, чем глядина. Это что такое еще? Это рыба? Вот что сделал вакуум. Она очень сырая. Вообще капец, ребята. Это склизкая фигня, смотрите. Кстати, в Санпинах прописано, чтобы не было склизкое. Вот прямо это слово, да, прямо прописано, чтобы не было. Блин. Ладно, все, в полицию, блядь, я не знаю. Вроде, ничего, но именно склизкость он завтра тоже. Такой минус дает. Причем, если ты знаешь, что вот, как он выглядит, да? А вон. Ну да. Какая там слизость должна быть? Иди покажи, как он выглядит. Они все суховат, да? Иди покажи, как он выглядит. Ну вон, хамон. Вот это нога. В принципе, у них сам производитель установил, что их можно даже в раскрытом состоянии или отрезать. Ему все равно. Весь срок годности, там, год или полгода он сохраняется. Ну вот он, я не знаю, здесь нет ничего такого прям слизкого. Показывай, а что с тортом не так? С тортом тоже самое, смотрите, нарушена маркировка. То есть им пришла большая партия, они из этой партии вычленили 7 штук. Количество 7 штук, цена 214 рублей. Причем цена вот должна быть, по идее, такая. То есть не указано, что цена 214 за одну штуку, указано, что за 7 штук. Ну да. По идее, да, я могу сейчас купить и трех сворачивать. Но вообще нету данных у производителя, нету сроков годности, состава нет, условий хранения нет. Ничего нет? Ничего нет. То есть тап-ляп. На, жури. Например, у кого-то огорчили какой-то. Ну ты придешь и просишь, нормально? Да, конечно, нормально. На, ешь. А тут же есть вообще продукты без маркировки, да? Вообще без ничего, вот эти вот. Слушай, а расскажи, ну что с ними вообще что ли у них нет? Просто ничего не понятно. Ваш, это не можно где, стоп? Подходи, сейчас, ну что? Сейчас я буду, все. Сейчас я буду открывать, прям все. Поэтому вызывайте по-либо, если не нравится. Что такое? Не хочет никакие документы предоставлять, не хочет идти на диалог, на контакт, ничего не хочет. Спрятывайся и все. Что-нибудь в такой обычной книг Урзу, что ли? Йоу. Что? 15-го года. Туда вообще кто-нибудь что-нибудь пишет. Классно. А все это пронумеровано, нет? А, вот здесь. Какая-то пронумеровано. О, на 15-го года, капец. Ну что-то тут есть, да? Пишка еще в том, что у них здесь собственное производство, якобы они говорят. Если есть собственное производство, это услуги общественного питания, иначе должно быть юридическое меню, в котором они, все их продукты, которые у них есть, реализуются, они должны здесь написать. КБЖД. КБЖД. Белкие жилы и углеводы, энергетическая ценность, учетный состав, точный состав. Его тут нет. Сегодня 27-ое. 27-ое чего? Апреля. Какого года? 19-го года. Напиши прямо в яндексе, какой сегодня. Точная дата. Кабниконе ничего не говорил. Перескажи, пожалуйста. Это выпечка, да? Перескажи, пожалуйста, что сейчас произошло и что ты будешь делать? Весь этот товар? Он не соответствует правилам торговли. Он не соответствует безопасности продуктов питания. На нем нарушена маркировка, на нем нарушены санпины, какие-то условия продажи. Допустим, вакуумируют, а не имеют право. Допустим, это дефростировали и не указали, когда его дефростировали. Не указали, кто это производитель. Адрес, название нет. То есть информации полной, как положено, нет. Нигде. Поэтому я это все копаю. Ты хочешь писать? Я очень переживаю, что это попадет на прилавки и они будут опять продавать. Я очень переживаю, что этот некачественный товар в 29-м федеральном законе четко прописано, если нет каких-то технических регламентов, не соблюдены, то это некачественный продукт. Я очень переживаю, чтобы некачественный продукт, чтобы он опять не попал на прилавки, чтобы его люди не купили и не съели. Поэтому, естественно, я открываю все упаковки, в надежде на то, что они не будут заново переупаковывать. Скажи, пожалуйста, сразу, у тебя есть какой-либо умысел нанести какой-то имущественный ущерб в магазин? Нет, никакого ущерба. Я хочу испортить упаковку, чтобы они задумались, руководство, не стали переупаковывать и все утилизировали, как положено по закону. Скажи, а в том случае, если товар качественный, ты готов его оплачивать? Конечно, если товар качественный, я его оплачу. Ты готов на переговоры с магазином? Я жажду, я ее звал несколько раз поговорить, выяснить, обстоятельства. Да, она уходит, она сказала, не хочу. Она под камеру сказала, не хочу. Вас слишком много, видать, на вас людей, которые просто смотрят, глазеют или кто снимает. Мой оператор, допустим, и так далее. Она сказала, слишком много, я не буду с вами разговаривать, и убежал. Документы я просил на рыбу, она мне не дала. Документы на хамон тоже просил, не дали. Документы дали немножечко на фрукты и овощи, но там непонятные какие-то документы. Они написали, что они имеют право продавать салаты. Ну, пускай молодцы, имеют право салаты продавать. Все. Я, кажется, могу открыть ее? Ну, две кустушки. Посмотри, посмотри, как он здесь перчаток работает. Лайк. Попались. А это у вас так можно без перчаток, да, делать? С хлебом? Ну, вы оденьте перчаточки, больше не делайте так и все. Не, да, зачем резать? Просто вот вы сейчас брали хлеб, правильно? Хлеб же руками задевали сейчас, правильно? Что за хлеб? Ну вот, хлеб у вас там, а, что это? Это мясо, да? Это мясо. Я просто плохо вижу. Вот. Вы с перчаточками бы работали? Конечно, с перчаточками. А то придет Роспотребнадзор, вас и штрафуют, знаете, насколько. Вот. Поэтому сделаем вам замечание, да и все, оденьте перчаточки. У меня есть перчатки, я с перчатками работаю, а сейчас я просто упомяю, зачем вы перчатки? Ну, все равно же вы работаете с продуктом, правильно? Ну, положено в перчатках. Ну и что, положено в перчатках? Ну вот. Что там? Что там еще? Ак-тах-тах-тах. Томяк, вот вниз. Так, лайкосики, ребятушки, лайкосиков подкиньте. Оп-оп-оп. Все, пошло жорево, ты должна мерзко есть. Это моя фишка, жрать мерзко. Да, где? И чувак. Чавкай рот, чтобы анализировать. Чувак, чтобы болелось. Да, там же по камере попить все. Не по-моему. Кстати, по-моему, у американцев это модно, когда она с большими бубищами жрет там всякую ерунду и чавкает прямо на этом. Парамокчик? Куча просмотров. Нет, не вот эту всякую херню. Все очень странно. Вся уже в этой херне. В какой? Вон. Невкусно, кстати. А, не очень невкусно. Фу. Наверное, 5 минуты подавали. Фу, да? Невкусно. Так, Павлик, расскажи нам, что дальше будем делать? Вакуумировать запрещено и чистить овощи запрещено. А они и то, и то сделали. И маркировку плохую сделали. И вакуумировали, и чистили, и неправильно маркировали, да, получается? Это картошка, что ли, или что? Картошка. Да ладно, да? Картошку почистили. В принципе, понятно. И завакуумировали? Мотивы понятны, типа, чтобы потребитель пришел и дома не парился. Ну, если это сделала бы моя бабушка, я бы еще взял бы это. А от них я не возьму. Мы никому не советуем. А вот, значит, мы набрали именно опасных продуктов, именно тех, где не установлена маркировка должным образом, именно те продукты, которые, я не знаю, почему тут степень делала, я тут не понимаю. Какой степень? Ну ладно. Те, которые, естественно, без кожулки, те, которые завакуумированы, те, которые информация не установлена, те, которые, вот как этот сыр, который резали и обманули со своим. Угодностей прям конкретно фанули. То есть, указывалась одна дата упаковки, а она при мне прям переделала ее. И все, и другая дата упаковка. А вам колбаску Максиму тоже? Максим тоже самое сделал. Помолодела колбаску? Помолодела, я там на сутки помолодела. А колбаса на сколько? Не понимаю, на счет. На счет скажется. Сейчас, ну вот. Молодеет это все, да. Что, пошли заявлять? Да, естественно, мы сейчас заявим на выходе. Задимим, что мы за это все будет не будем, и это плохое. Попросим это утилизировать, естественно, на рамках 25-го федерального закона. Если они не захотят, то, естественно, будем читать жалобу в господхребнобзор. Ты скажи, в случае, если этот товар все-таки окажется качественным, ты готов оплатить его? Конечно, если он окажется качественным, я оплачу, потому что это будет нонсенс. Как можно такой запрещенный товар продавать и утверждать, что они качественные? Ну, это будет прям трэш. Скажи, пожалуйста, сразу у тебя есть или нету цели нанести какой-либо ущерб? Никакой цели нанести ущерба у меня нет. Есть некоторые продукты, которые я попробовал, потому что сомневался действительно на это или нет. Потому что, допустим, некоторые продукты, видно, что они плохие. Ну, допустим, сыром, он плохой, видно. Ничего смысла его пробовать? А некоторые продукты вот прям видно было, что... Ну, вроде нормальные, поэтому я не понимал, свежим или нет. Открывали, попробовали. Вонища страшная из этих вот, из вакуумных упаковок. Страшное вонища, поэтому... Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ради чего ты все это делаешь? Чтобы магазин все-таки стал лучше или чтобы зачмырить их? Чтобы лучше или чтобы? Или чтобы зачмырить их просто. Да. Что да? Нет, естественно, чтобы магазин стал лучше, потому что дико ни у кого не укладывается в голове, да, как язву-то вкусы. Как может быть в таком дорогом магазине такой дикий? Самый дорогой магазин... Постоянно нам в Дикси говорят, что что вы в Дикси прикопались, сходите в Азбуку-вкусы. Идите там в дорогой магазин, идите в Азбуку-вкусы и так далее. Там еще хуже. Ну или не хуже, то же самое. То есть полно всего мудрят. Поэтому ничего здесь качественного я не вижу. Естественно, на рыбу. Мы попросили, у них там рыба дорогая, попросили какие-то документы. До сих пор они не вынесли, они не хотят выносить. Мы много таких моментов едим. На что-то они вынесли какие-то дурацкие документы, но на основном ничего не вынесли. Все, сейчас пойдем заявим. Естественно, они сейчас вызовут полицию, потому что полиция у нас уже задолбалась ждать. Серьезно, полиция просто игнорировала. Вот сейчас, когда они вызовут полицию, приедем. Вы будете участвовать в очень фееричном таком позерстве от полиции. Дело вам надо, я даже не знаю, как это назвать. Да не, мне кажется, они вообще не приедут. Это тверской отдел. Тут же на всем все пофигу, понимаешь? Все все взяли. Сотрудники права. Нам нужен администратор, чтобы заявить, что товар некачественный, испорченный, плохой, опасный. Его надо утилизировать, нам надо передать заявление. Выйдет к нам кто-нибудь? Сейчас попадет. Мы ждем ровно две минуты, если никто не выйдет, мы уходим. Мы уже ждем полтора часа. Или больше. Если не администратор, то пусть представитель выйдет. Я в стримах тут сказала. С кем можно поговорить по качеству продукта. Мы зафиксировали все вот эти моменты, когда нас прямо обманывали. Вот этой колбасой. Прямо обманывали. Ну как? Давай зафиксируем. Перевесили. 15-21. Что там? Это второй запас. Да, это изготовление. Дата фасовки. А он эту же колбасу отрезал от нее, и дата фасовки уже стала 16-59. То есть на полтора часа больше. Увеличили срок годности на полтора часа. Обманули, прямо обманули клиента. 14-7. 14-7. Именно конкретно ответственность у полиции, правильно? Да, у полиции. У полиции. Полиция не приехала. Мы тогда пойдем. Заболел администратор? А вместо нее кто? Вместо нее может быть кто-то. Кому мы предъявить претензии можем по качеству продуктов? Никого нет? Очень весело. Или кто, может быть, к нам какие-нибудь претензии хочет предъявить? Никого нету? Претензий нет, получается? Мы подошли. Товары спалят. Да. А потом войдут и нажат. Заплатить, да? Да. Хорошо. Павлик, нам предлагают... Приходите в «Глобус Гурме». Приходите, и они вот так вот все наберете и скажут, никто не отвечает. Да. Другого, заменитель кто? Заменитель. Заместитель. Простите, заместитель. Отравилась, наверное, да? Мы должны подскочить, вызвать сбору. Слушайте, а мы тоже... С нами кто будет разбираться? А что с нами разбираться? Продукт некачественный. Мы все детексировали. У вас всегда некачественный продукт? Естественно. Я просто так не приду. Ну, чтобы вы не травили меня и других людей. Поэтому я убрал, да. Я убрал весь некачественный товар. И прошу, чтобы вы его утилизировали. Это ни при чем здесь. Это никак не относится, где вот этот продукт некачественный. Но надо утилизировать. За товар оплатите, и все. Какой? А кто испортил? Мы снижали товар. Мы снижали товар. Некачественный товар. Ну, правильно. А кто этого плачет? Ну, а кто снижал? Вы снижали. А кто его испортил? Какой именно? Укажите, какой. Я скажу вам, я снижал или нет. Кто его испортил товар? Вот просрочку. Кто платит? Кто платит? Какой товар? Ко мне претензии? Пусть время. Время и платит, да. Кто платит просрочку? Время, да? Кто? Продавцы, которые ее не снимают. Продавцы, которые ее вакунируют. Да. Не, вы уверены, что тот, кто его испортил, да, тот будет платить? Правильно? Так? Мы сейчас найдем его. Мы сейчас найдем его среди сотрудников. Тогда давайте будем искать. Вы же служба внутреннего контроля, правильно? Да. Давайте установите того сотрудника, кто накосячил с маркировкой, кто там вовремя не убрал товар. Давайте он оплатит. Вы сами сказали. Кто испортил, тот и платит. Правильно же, Василий? Да. По-честному же будет? Угу. По-честному. Спасибо. Так, какие у Вас вопросы? А, я Андрей. Сотрудник СВК, это служба внутреннего контроля. Внутреннего контроля. Андрей, меня Павел зовут. Угу. У нас есть претензии по качеству товара. То есть, Вы оплачивать не будете? Почему? Вы будете? Ну, конечно. Хорошо. Можно я договорюсь вопросом? Да. Кто бы меня перебил? Нет, я просто думал, что выйдет не будет. У нас есть по качеству товара претензии конкретные, да? Плохие условия содержания, запрещенные методы продажи и реализации продуктов. Мы бы хотели переговориться с сотрудниками, соответственно, магазинами, кто отвечает за это. Кто допустил порчу товара? Я Вас понял, Вы можете пройти в понедельник, что руководство будет на месте. Хорошо. Этот товар сейчас надо утилизировать, чтобы он ни в коем случае не попал в руки потребителей, потенциальных покупателей. Не только нам, а и другим. Мы опечатаем тележки и отвезем в холодильник. Давайте мы подождем, пока Вы опечатаете, мы подождем все, зафиксируем на видео, чтобы опечатать все. И отвезли в холодильник. Да, и потом придем. В понедельник, да? В понедельник. С каким часом? Когда назначат, тогда и придем. И тогда решим разбираться. И позрали. Давайте мы подождем, запакуйте, пожалуйста. Два очень хорошие идеи предложения. Хорошо. Вот это уже здраво, да? Сейчас сразу давай напишем претензии, чтобы они проверили на качество товара. Ну напиши кратенько там, да? Именно на экспертизу провели на качество товара. В пятой части пятой статьи закон о защите прав потребителей. Или восемнадцатой. В пятой части восемнадцатой статьи закон о защите прав потребителей. БАМ! Как все? Куда вы будете доходить? Да, в камере поставлю. Сама прибежала сюда, просто. Чтобы вы не переживали как потребитель. Вот что я вам дам. Я поэтому и спросил. Закон вас не обязывает, но я просто спросил. Дадите что-нибудь иметь? То, что она стоит, она будет стоять. Она вот здесь стоит? Нет, мы поставим камеру под врат. Это согласились. Это служебное помещение. Поэтому, как она упакована, она так и будет стоять. Хорошо, с кем мне связь держать по этому поводу? Чтобы я потом пришел, проверил документы. То есть, сделали акс-писание или нет. Вы можете позвонить в Апцун, в Лобус, в Куроме, в директор. Ну или просто сюда. Давайте мы с вами договоримся, что мы в понедельник сюда придем дальше. Со мной не надо, я... Передадите. У нас есть... Вы в понедельник во сколько придете? Ну я думаю, где-то ближе к вечеру. Ну понятие в отрасли же. Мы просто работаем. У нас директор 67. Работает с 63 до 63. Да, это ровно к шести придем. Хорошо. Здесь 10 и 6. Спасибо. Пожалуйста. Написал, да? Да, я написал претензию. Попросил в рамках 5 пункта 18 статьи провести экспертизу за их счет. Естественно, меня пригласить. Естественно, на качество товара. Чтобы убедиться, качественно или нет. Ну а дай ты книжку вот какому сотруднику, чтобы ты ее... Да я куда покажу. Не, чтобы не сказать, что кто-то ее потом украл там и так далее. Спасибо большое. Вы наезжали там на обращение. Вам спасибо. Ну все. Все. Мы в понедельник сюда придем. До свидания. До новых встреч. Ну что, ребятушки, вот такой вот у нас был глобус КРМФ в сумме. 11 человек активистов. Да. Такой вот рейд у нас был. Подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк, нажмите колокольчик и подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал, группу ВКонтакте. И также новый телеграм-чат Люди Движения. Подписывайтесь также на тупой канал Тупой Комяк за справедливость. Там есть ребята еще. Макс Абадец, Роман Жук. На Лису подписывайтесь. Вот. И у Комяка есть новый сайт Комяк Фактори. Комяк Фактори. Комяк, расскажи про свой сайт. Чего? Про сайт фабрикумного потребителя. Я даже не знаю куда смотреть. Фабрикумного потребителя или Комяк Фактори. Именно по правам потребителей. И просрочка, и качество товара, и все другие смежные вопросы. Если у вас есть таланты, заходите. И если вы ничего не понимаете, тоже заходите. Те, кто понимает, поделятся. Ну все. Всем до, всем пока. Придите за свои права. А вот эти люди нас всех поддерживали. Хоп. Так, про полицейских забыл сказать. Ребята за то, что они убежали. За их вообще поведение плохое. За то, что они полностью бездействовали. Не исполняли все свои обязанности. Тоже, наверное, надо будет писать жалобу. И ссылка на нее, возможно, будет в описании. Будете отправлять жалобу на этих полицейских, есть, можно так сказать, Тверского отдела полиции, которые не сделали ничего, не приняли заявление и убегали. Убегали. Такое поведение не достоинство другого полиции, поэтому они должны быть бануты пинком под зад, фигурально выражаясь руководством своим на гражданкой. Такие нам не нужны. Ну все. Пока. Удачи всем. Пока. Удачи всем. Пока. Вот, типа да.